Всем здарова, народ! Жертва маркетинга! Сегодня довольно интересный продукт, который я нашел в азбуке вкуса. Это магазин, конечно, для людей с достатком выше среднего, да? Туда надо подъезжать на Мазерати. Соответственно, и пиццу там надо покупать. Ну, хотя бы такая пицца должна походить хоть немножко на Бентли. Это пицца под брендом Hotzilla. Называется Hotzilla. Я полез на сайт, посмотреть, чем занимаются эти ребята. У них, в общем-то, информации никакой. Кто, что это замутил вот эту тему, непонятно. Но это, как минимум, не какой-то вот там популярный бренд, типа Морозко, Нестле, там, ну, все, кто делают эти замороженные пиццы. Это какая-то отдельная группа энтузиастов, которая этим занялась. Ну, контора называется ООО Hotzilla. Производство у них на средней Калитниковской, дом 27. Где-то там вот. Хотите съездить и посмотрите. Я в продаже нашел 4 пиццы. Это пицца грибная, пицца барбекю, 4 сыра и карбонара. Причем, что интересно, 2 пиццы аж на черном тесте. Точнее, это не пиццы, это пинцы, формат такой римской пиццы с выдержанным, по идее, тестом, которое не раскатывается, не растягивается. А вот так вот пальчиками оно вот как бы раздвигается, что ли. Фиг объяснишь. Короче, это римская пицца. По идее, с вкусным тестом должно быть. Ну, судя по форме. Значит, что еще интересного у этих ребят я прочитал на сайте. То, что это как бы ритейл. Это они поставляют в магазины. Хотя, кроме азбуки вкуса, я нигде не видел. Ну, по всей видимости, там за 250-400 рублей покупать пиццу в пятерочке вряд ли кто-то будет. В азбуке вкуса вполне возможно. Как я понял, основное направление деятельности это все-таки хорика. Они поставляют в кафе-рестораны, да, вот эти штуки, которые просто закинул в печку, и оно готово, короче. Но моя задача оценить то, что для людей они сделали, то бишь для нас, то бишь в магазине поставили, я купил. Не, продукт, конечно, по меньшей мере привлекательный, потому что здесь все сделано очень правильно. Очень правильно для того, чтобы зацепился глаз, оно черное. Везде в магазинах все яркая подсветка, белые холодильники, морозильники, да, и тут черное пятно с чем-то очень контрастным, конкретно с пиццей, да. Черное пятно с пиццей. Выглядит, выглядит отлично, взять хочется, и выглядит еще и любопытно, потому что мы видим пиццу, но она немножко не в стандартной форме. Ну, помимо того, что есть еще и варианты с черным тестом, это вообще несколько даже шокирует. Конечно, мы уж с вами насмотрелись и черных булочек, и черного теста, то есть всякое-то видели, но, тем не менее, надо признать, что ребята вот над брендом, над упаковкой поработали хорошо. Но, конечно, наша задача понять, как они поработали со вкусом. Что касается цен, тезисно вам расскажу, да, вот 4 сыра 358 рублей, грибная 346, карбонара 358 и 365 рублей пицца барбекю. Вот такие цены, да, это определенно дорого, потому что пиццы тут небольшие, вот 250 граммов, 230, 236, это небольшие пиццы и цена существенно выше 100 рублей за 100 граммов. Ну, так, с нас берут по полной. Ну, наверное, если бы они продавались где-то не в азбуке вкуса, может быть, стоили бы чуть-чуть дешевле. Будем надеяться на эксклюзив. Давай, во-первых, проверим, как это все упаковано и посмотрим, что по весу. Я, кстати, совершенно не тороплюсь никуда, потому что в рекомендациях по приготовлению указан извлечь пиццу из упаковки и разморозить в течение 10 минут при комнатной температуре. Поэтому у нас есть время, и потом мы запечем ее. Так, какая-то черная финтифлюшка, и вот она, вот она пицца. Так, тут что-то, тут как-то все наоборот. Вот, смотри, я открываю. Очевидно, они попутали что-то с коробочкой, потому что, ну, как ни крути, она должна лежать вверх начинкой вот так, а она лежала вверх ногами. Косяк какой-то. Четыре сыра на черном тесте, это забавно. Так, это пицца карбонара и пицца барбекю. Есть у меня подозрение, что она тоже, блин, перевернутая. А, нет. А, да, она перевернутая. И как ее оттуда извлечь? Перевернутые пиццы, они зачем-то заскочевали. То бишь, заклеили скотчем. Вот, видите, да? То есть она, очевидно, должна лежать вот так вот, а не вот так. Окей. Пицца барбекю. Вот они, пиццули. Вот такие вот они, небольшие, небольшие, но перспективные. Сразу заметно запотевание вот этих пакетов. То есть видно, что здесь конденсат. При размораживании, естественно, он будет образовываться. Поэтому, скорее всего, лучше достать даже из целлофана эти пиццы. Барбекю должна весить 250 граммов. Весит 295. Карбонара 236. 238. Окей. Грибная 236. Блин, тоже окей. 237. И 4 сыра 230 граммов. Ну, смотри, четенько соблюдают громовки. Давай посмотрим состав этих штук. 4 сыра. Мука пшеничная, вода питьевая, смесь для пиццы телья. Мука из мягких сортов пшеницы. Типа 0. Соевая мука, соль, декстрозы, сухие дрожжи, пшеничный солод. В манку добавляют крупа манная. Окей. Ну, видимо, для раскатки. Семола. Оливковое масло нерафинированное. Мы должны почувствовать вкус. Короче, довольно вкусное тесто, как минимум, здесь. В качестве красителя для черных пицц они используют чернила каракатицы. Тесту, как бы, вопросов нет. Тесто довольно натуральное. Что касается топпингов, то тут, конечно же, ну, у нас просто полная таблица Менделеева, потому что сыр, в сыре куча ешек, да, ну, там, есть ешки так себе, есть нормальные, базара нет. Вот, естественно, где колбаса, там колбаса с определенными ешками и так далее. Ну, вот, например, там, в грибной, наверное, минимальное количество будет каких-то топпингов. Но вот все равно загуститель, то есть соус майонезный грибной, понимаешь, вот у них здесь, в этой пицце. Так что вот так. Вот здесь вот, например, в карбонаре, очевидно, там какой-нибудь будет жидкий дым, типа, или что-то типа такого. Так, сыр моцарелла окей. Грибная смесь. Опенок. Вольверелла вольвовая. Да, шампиньоны белой вольверелла во львовая. Как начальница ваша, да? Какая-то. Белые грибы, рыжик настоящий. Слушай, грибов нормально тут действительно намешано, каких-то я даже не знаю названий. Ну, кстати, вот смотри, что касается бекона, там свинина, вода, соль, регулятор кислотности, молочный белок, антиокислитель, сахар, загуститель, экстракты специй, загуститель Е407, краситель Е120, короче. Ну, короче, бекон как бекон, никакого жидкого дыма там нет, наверное. Либо он скрыт под этими ешками. Пицца барбекю. Даже соус барбекю в описании так не вызывает какого-то шока, то есть тут нет ароматизаторов каких-то. Красителей, что ли, тоже нет. Загуститель, и вот это все, да, и консервант, ну, вроде тоже ничего. Короче, никакого шока нет. Тесто с фантазией, с приколюшками. Вот, более того, я вам скажу, судя по всему, это тесто уже подготовленное, то есть это нормальный способ заготовки пицц. Многие заведения так и работают. Они делают сначала основы, то есть вот этот блинчик, это называется парбейк, замораживают их, то есть до полуготовности. Ну, в принципе, наверное, и до готовности. И когда нужно, выходит заказ, они достают из морозилки такие, ну, может быть, там, заранее, за несколько минут. Наваливают все это в пицца-печь там на 2 минуты. Нам придется готовить минуты 3-4, вот судя по описанию. Пицца-печь, конечно, она мощнее, она быстрее. Фух, начинку схватила, корочку захрустела, и все, и подали, короче. Так оно это и работает. В нашем случае вот эти парбейки уже с начинкой, то есть нам надо только дать размёрзнуть пицце и её приготовить. Ну, ладно, всё, давай пробовать. Хватит болтать. Аромат такой дрожжевой. То есть вот так это выглядит в замороженном виде, но уже почти размороженном. Она уже чуть мягкая стала. Ну, эта пицца, конечно, она всё-таки не про начинку, она больше про тесто. Вообще вот это римское, всякое там. Грибная. Грибы тоже замороженные, судя по всему, ещё и высушенные, будто бы. Грибы, наверное, всё-таки варёно-замороженные, то есть они отваренные уже и замороженные. Может быть, вместе прямо с ней, а может быть и отдельно. Сложно сказать. Так, дай-ка я как-нибудь иначе попробую открывать их. Интересная, интересная штучка на чёрном тесте. Прикольно. На ней довольно много сыра с голубой плесенью. Видим оранжевый чеддер, видим белую моцареллу. Не видим какого-то ещё сыра, но, наверное, он там тоже есть. И пицца барбекю. О, вот пицца барбекю самая... Я на самом деле сейчас чувствую ощущение того, что я хочу съесть это приятное. Вот если от этих пицц белых запах таких дрожжей пошёл, видимо, от теста, то тут запах прям чего-то всего подряд, короче. Такой кисло-сладенький приятный запах. Несмотря на то, что она самая ещё пока замороженная. Вот так вот она выглядит. Посмотри, ну действительно, начинки здесь больше всего. Конечно, тут лука дофигища, да, мы видим. Когда вот эти барбеки готовятся, видите, они уже в некоторых местах, конечно, поломаны. То есть это издержки, видимо, заморозки. Но, с другой стороны, мы и любим пиццу с хорошим тестом именно вот за эту хрусткость, да. И это как раз тот формат теста, судя по всему, о котором я постоянно толдычу. То есть, короче, вот это вот ферментированное тесто, которое я вот когда-то один раз там попробовал. И я понял, что я, ну, обычные пиццы я их могу, конечно, есть. Я не такой капризный. Но мне доставляет истинное удовольствие пицца с вкусным тестом. Вот, я буду надеяться, что здесь именно такое тесто. Но мы посмотрим, как они это сделают. Все, отправляемся к духовому шкафу. Я его заряжаю на 250 градусов. Ну, кстати, не у всех есть 250 градусов, родненькие мои. Выпекать я не советую 5-7 минут даже. Вот, 250. Ну, ладно, в основном у всех хотя бы 240 градусов есть. Отправляем. Готовность будем определять по хорошо расплавленному сыру и золотистой корочке. Как я определю золотистую корочку на черном тесте, непонятно. Я полагаю, что все эти пиццы я смогу поместить на один противень. Я даже попробую воспользоваться решеткой. Так. Все пиццы поместились одновременно. Жарим. Опа. Фу. Все готово. О-о-о. Так, ну что, подрумянились 7 минут. Я делал 7 минут. Давай будем раскладывать. Это у нас карбонара. Эть. 4 сыра, началники. И грибнулечка. Все готовы? Первый вопрос, который меня беспокоит, это хрусткость. Ну-ка. Да, да. Она хрустит, это очень радует. Блин, итальянская пинца у меня на столе. Обычно ее нарезают на 6 кусочков. Пинца считается продуктом для двоих. Хотя, на мой взгляд, это, конечно, не так. Потому что пинца маленькая. Она на одного 200 граммов. Ну вы что? Конечно, в ресторанах, возможно, немножко побольше. Они по размеру обычно. Я пару раз, конечно, ел пинцу. Но не сказать, что у меня есть статистические данные, чтобы на эту тему рассуждать. Какие тут запахи? Ха-ха. Очумительные идут запахи. Очень вкусно пахнет. И когда там все готовилось, и когда я достал особенно. Очень хороший характерный запах от пиццы. 4 сыра. Прям чувствуется запах горгонзолы. Или дорблю, наверное. Что там? Соус сырный пармиджана у них называется, кстати. Соус сырный пармиджана. Да, сыр горгонзола, между прочим. Вот поэтому такой очень характерный запах. Наши вот эти дорблюшечки, голубые сыры, которые в магазах продаются, они, конечно, такими не будут. Бросается в глаза, вот в грибной пицце, насколько она наполнена на картинке. И насколько она грустная. В реальности. Очень мало грибочков, конечно, нет зелени. Ну, как-то так. Другие пиццы тоже выглядят иначе. Вот пицца барбекю. Например, на коробке мы видим томаты, томаты черри. Вживую этих томатов нет. Будем честными, что и карбонара выглядит гораздо скромнее. 4 сыра нормально. Вот 4 сыра выглядит даже получше, чем на картинке. Не будем терять времени. Давай начнем с пиццы. 4 сыра. Черное тесто выглядит отлично. Знаете, вкусно. Честно говоря, вот по тесту пока сложно что-то судить. Я хочу просто вот белое тесто попробовать. Но начинки они сбалансировали очень хорошо. И то, что там горгонзола, а не дурблю, это, конечно, добавляет карма этим ребятам. Давай попробуем пинца карбонара. Определенно, конечно, это тоже вкусная штучка. Вы меня поймите правильно. У меня нет большого опыта пробования вот этих вот итальянских пинц. Пинц, да. Это сейчас очень модно, популярно. Ну, про щас-то я, ладно, я говорю, сейчас модно и популярно. Дом сидеть. Но все-таки их довольно много стало появляться. Пинцерийных. Не пиццерий, а пинцерий, да. Это отдельная целая культура, блин. В Москве я пару раз пробовал эту пинцу. И, конечно, вот только что приготовленная в нормальной печи пинца, она немножко другая по вкусу и по структуре. Хотя, хотя я понимаю, что вот эти вот 7 минут приготовления, они, конечно, такой продукт немножко портят. Он все равно лучше, чем замороженная вот эта вот шняга, которая продается у нас там где-нибудь в пятерочке, да. Это тесто, конечно, оно все равно вкуснее. Все равно вкуснее, но оно недостаточно крутое для того, чтобы прям сказать, что это вот один в один так же, как в ресторане. Нет, это немножко отличается все-таки. Но, но, это, конечно, лучший, пожалуй, вариант, который можно придумать, вот приготовить дома. Офигенно! Несмотря на то, что грибов тут не так много, на картинке явно заявлено больше, но грибного вкуса у этой пиццы прям хватает. Поистине грибной. И последняя пицца барбекю, самая наполненная, повторюсь. В ней даже вяленые томаты есть, посмотрите. Эта пицца действительно фундаментальна по начинке. Много лука, нету противного запаха барбекю, есть приятный запах. Вкусная, очень сочная. Вот самая сочная пицца, конечно, барбекю, начинки прям дофигищи. Вот. Ну, а что касается, значит, в целом продукта, конечно, годно. Вот эта тема приготовления бейков, я, кстати, знаешь, что, наверное, круто было бы здесь не столько готовые пиццы прям, да, покупать. Вот если бы можно было домой заказать себе вот этих основ для пиццы, недорого, ну, они должны стоить копейки, я не знаю. Ну, 20 штук я готов купить за 500 рублей, допустим. Ну, ладно, за 600. Если бы у меня были вот эти основы, хотя я не знаю, сколько они у них стоят, кстати, может, я цену выше назвал. Короче, в заморозке, если бы у меня вот эта штучка лежала, основа полуготовая, да, это, конечно, классно, чтобы не заморачиваться с тестом, достал, наложил начинки и в духовку. Это, конечно, была бы тема, вот такой формат хороший. Вот, что касается готового продукта, ну, конечно, нет, ребята постарались, тут явно хорошие ингредиенты, и в грибах все окей, в пицце 4 сыра хорошо, в карбонаре гармоничный вкус, ну, и барбекю мне, наверное, на удивление, первый раз в жизни больше всего понравилось, как-то все хорошо в этой барбекю, то есть в плане вот рецептуры классно сделали, вот, короче, продукт годный, но дофига дорогой, конечно, 360 рублей за небольшую пиццу, я не знаю, что вы об этом думаете, ну, напишите в комментах ваше мнение, по вкусу это, конечно, годно, по вкусу это годно, и тесто такое приятное, и хрустящее, и эластичное внутри, но это все-таки, конечно, дороговато для замороженного продукта, то есть когда ты где-то там в заведении, или тебе доставку делают, что-то такое, ну, ощущение, что вроде бы норм цена, но когда ты покупаешь заморозку, немножко, немножко другая история, тебе же надо еще и подготовить, что-то там, электричество потратить, кажется, что чуть-чуть, как бы, дороговато, но сказать, что-то плохое про этот продукт, и вообще про эту идею, да, заморозки римской пиццы, черт подери, ну, ничего не могу сказать, пинца дома, это вполне реально, поэтому, увидите вот эти вот, как они называются, хот-зила, хот-зила где-нибудь в магазах, можете взять попробовать, достойные, достойные ребята, вот, надо будет посмотреть, как заказать этих основ у них на сайте, все честно, если вот оценки выставлять, хотя я давно этого не делаю, то, блин, значит, короче, барбекю я поставлю 5, вот этой грибной пиццы, несмотря на то, что она самая бледненькая, я тоже поставлю 5, очень хороший вкус, 4 сыра я поставлю 4, потому что это 4 сыра, ну, и карбонарочка тоже где-то вот четверочка по вкусу, то есть вот эти две пиццы мне прям понравились, очень классно, тут насыщенный грибной вкус, а тут прикольный барбекю, о, о, с вялеными томатами, очень вкусно получилось, все, ребят, жертва маркетинга, спасибо за просмотр, пошел я смотреть, как заказать себе эти бейки, полуготовые основы для пиццы, может быть, домой закажу, у меня же теперь морозилка есть, блин, у Виталия морозилка теперь есть, я ее купил, не потому что паника вокруг, надо гречку морозить, не из-за этого, я купил морозилку, потому что cheesecake.ru постоянно мне привозят, мне хранить негде, блин, ну, и плюс вот такие штуки на обзор, у меня теперь отдельная морозилка стоит в коридоре, блин, шесть рядов, шесть ящиков целых, так что класс, я себе могу позволить заморозить все, что угодно, так что со мной лучше не связываться, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok